Через интернет сейчас приобретают все что угодно, от продуктов до заграничного контрафакта. По данным ВЦООМ, с обманом при совершении покупок через всемирную сеть сталкивались 29% россиян. Каждый пятый становился жертвой интернет-мошенников лишь единожды. Еще 8% опрошенных редко попадались на уловки мошенников. Подавляющее большинство что-то покупали или продавали через известные платформы. У нас многие граждане пытаются либо что-то купить, либо что-то наоборот продать. Не читают порядок работы на данных площадках. Там все четко расписано, что общение должно происходить только на платформе Авито. Переход в какие-либо другие месседжеры, Вайбер, Ватсап, Телеграм и так далее категорически запрещено. Это все на риск самих пользователей, которые покупают товары или продают. Кроме того, необходимо пользоваться только теми средствами доставки, которые есть на платформе. Злоумышленники чаще всего предлагают альтернативный способ доставки заказа. В Сарове зарегистрировано несколько таких случаев мошенничества. Мошенники просят перейти на сторонние ресурсы. Обычно это либо Вайбер, либо Ватсап. После этого высылают форму о так называемой доставке товара. Гражданин, который продает товар, вносит туда все свои банковские данные. Мошенник убеждает его в том, что он на данную карту перечислит ему денежные средства, полагаемые за продажу товара. В итоге гражданин вводит туда все свои данные, подтверждает СВР-кодом. А дальше вместо того, чтобы получить деньги, продавец все средства с карты теряет. Как правило, исчезает вся сумма, которая находится на счете. Кроме того, бывает, что граждане не проверяют товар при поступлении в пункт выдачи. Хотя правила интернет-платформ четко оговаривают, что это необходимо сделать. Последнее время мошенничают с видеокартами. У нас граждане забирают посылку домой. В ходе распаковки дома соглашаются с тем, что товар доставлен и все с ним хорошо. Соответственно, транспортная компания перечисляет денежные средства продавцу. Дома распаковав, вот такие у нас несколько фактов зарегистрированы, получая видеокарту, она либо не соответствует заявляемым требованиям, либо другой марке. Соблюдая некоторые правила предосторожности, можно оградить себя от возможных неприятностей. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, почитайте форумы. Покупая на известных платформах, ищите отзывы о продавце и общайтесь с ним с помощью формы связи на сайте. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.